Hello everybody! I'm glad to see you! Today the theme of our lesson Story Time and we will learn new words, read a text and do exercise. Здравствуйте, дорогие ребята! Тема сегодняшнего урока – время рассказа. Мы будем с вами учить новые слова, читать текст и выполнять упражнения. First of all, we should get acquainted with new words. Let's repeat after me. Мейз – лабиринт. Призонер – заключенный. Порт – порт. Винкс – крылья. Фрейм – рамка. Драун – тонуть. И так, ребята, давайте начнем читать рассказ о Дедале и Икаре из древнегреческой мифологии. Давным-давно жил мужчина по имени Дедал. Жил он на острове Крит вместе со своим сыном, которого звали Икар. Дедал был очень умным умельцем, который мастерил различные, создавал различные вещи. И однажды король острова попросил Дедала создать лабиринт, из которого никто не сможет сбежать. Король Майнос заточил минотавра в этом лабиринте, который был наполовину человек и наполовину бык. Но Тесей, принц Афин, убил минотавра и украл дочь короля Майноса. Король Майнос очень разозлился, был рассержен и посадил Дедала и его сына в заключение. Икар закричал, «Давай сбежим на одной из этих лодок, показывая на море». Дедал ответил, «Нет, это слишком опасно. Королевская охрана проверяет каждый корабль, который покидает остров». Икар обреченно обвел взглядом окружающиеся его стены башни и выдохнул. «Мы никогда отсюда не выберемся». Но Дедал, посмотрев вверх на небо, увидел летающих чаек. Вокруг башни, которые летали, облетали башню вокруг и находились на высоком, на большом расстоянии. «Я понял», – подскочил Дедал, показывая пальцем на птиц. «Мы улетим отсюда». Икар и его отец стали собирать, «Перья». Икар воскликнул. «Вот еще одно!» А Дедал его проинструктировал. «Неси его сюда!» «Пока сидел и скреплял все эти перья в крылья». В конце концов, их работа была завершена. И в руках Дедала оказались две прекрасные пары крыльев. Дедалес fitted the wings to his own shoulders, then gave a pair to Icras. They moved around slowly at first until they could wave their arms up and down, like birds. «Remember», – said Дедалес to his son, «не ever fly too high. The blaze of the sun will melt your fevers if you go too near it». Дедал примерил свои крылья. Другую пару отдал своему сыну, Икару. Они начали двигаться, сначала медленно, помахивая крыльями, затем быстрее и быстрее вверх-вниз, как птицы. И Дедал сказал своему сыну, «Запомни, не взлетай слишком высоко, иначе солнечные лучи растопят крепления твоих крыльев, если ты приближешься слишком близко к солнцу». Но Икар его не послушал. Он был настолько взбудоражен. Это был первый полет в его жизни. Он посмотрел, как отец поднялся в небо, и он пустился за ним вслед. И вот взмахами этих крыльев он поднимался все выше и выше. И теперь он мог видеть остров Крит далеко позади себя. Икар оглянулся вокруг, но уже не мог увидеть своего отца. Воздух становился все жарче и жарче. Его руки стали тяжелыми, и легкие крылья, которые донесли его до небес, стали осыпаться. И тогда Икар вспомнил слова своего отца Дедала. «Не взлетай слишком высоко!» Он посмотрел на солнце, которое обжигало его спину, и его крылья начали распадаться. Вдруг Икар стремительно начал падать вниз в море. «Отец!» – закричал он. Дедал только увидел, как его сын падает свысока, прямо в воду, с тяжелым всплеском. «Окей, гайз, it is the end, and now we should do this exercise. Put events in right order». Итак, ребята, рассказ у нас закончился. Надеюсь, вам было очень интересно и познавательно. И теперь давайте выполним некоторые упражнения по данному тексту. Перед вами получается нумерация 1, 2, 3 и 3 предложения. То есть нужно их сейчас прочитать и понять, в каком порядке они должны стоять. То есть какое было первое действие, второе, третье и так далее. Смотрим внимательно и проверяем себя. Дедал построил лабиринт для короля Майноса. Король Майнос заключил в данном лабиринте Минотавра. Здесь тоже самое по выполнению заданий. То есть перед вами 4 предложения и 4 нумерации. 4, 5, 6, 7. Нам нужно с вами определить, в каком порядке были сделаны следующие действия. Смотрим внимательно, читаем внимательно и определяем для себя. Четвертое. Король Майнос заточил в заключении Дедала и его сына Икара. Дедал создал очень огромные крылья для своего сына и для себя. Икар подлетел очень близко к Солнцу и перья из его крыльев стали опадать. Икар упал в море и утонул. Итак, ребята, запомните, пожалуйста, что чрезмерная самонадеянность может привести вас к определенным затруднениям в этой жизни. Итак, ребята, задание это будет для вас. Получается, вам нужно написать ваше личное мнение. Эти два вопроса вам помогут для ответа. Первый вопрос. Do you like making things? What? Любишь ли ты мастерить какие-то вещи? И что именно? И второй вопрос. What's the best advice your parents ever gave you? Какой самый лучший совет давали тебе родители? Данное задание выполните, пожалуйста, в тетради и отправьте его либо посредством WhatsApp, либо в Kundilik. Окей, the lesson is over. Bye-bye.